Громкость нормальная, качество звука нормальное, судя по тому, как вы мне пишете. И я хотела бы узнать, есть ли у нас новички, потому что люди, которые слушают регулярно наши вебинары, уже, наверное, всё знают про продукцию, будут мне сейчас помогать, делиться своими результатами. Потому что я сегодня и вчера проводила опрос по результатам применения нашей продукции. И у меня есть много интересных результатов. Я думаю, что вы тоже поделитесь сегодня с тем, что у вас есть, какое накопилось за это время уже всяких разных интересных историй. Вижу, что у нас есть новички. Отлично, очень хорошо. Когда я представлюсь, меня зовут Елена Габченко. Я живу и работаю в городе Армавире. Очень много лет была врачом классической, скажем так, медицины. 30 лет у меня уже медицинского стажа. И сейчас я работаю только в отделении профилактики, в отделении профилактической медицины, в поликлинике. И занимаюсь тем, что веду школы пациентов для людей, у которых выявили при диспансеризации какую-то патологию. И веду группы людей, которые хотят оздоровиться, вести здоровый образ жизни. И поэтому всегда с удовольствием рассказываю о продукции, которая помогает сохранить здоровье. И мне очень приятно представлять сегодня настоящую сокровищницу таких продуктов, которые на наш рынок представила чешская компания «Эссенс». Почему приятно? Потому что эти продукты мне очень нравятся по соотношению цены, качества и эффективности. И для того, чтобы мы с вами сегодня продуктивно поработали, я предлагаю вам писать в чате вопросы. Отвечать я буду в самом конце. Писать обязательно результаты свои по продукту. Те, кто уже регулярно его принимает и получил. Потому что в первых минутах своего выступления я бы хотела определить роль продуктов для здоровья. Я очень не люблю, когда их считают лекарствами. Это совершенно неправильно. Это не лекарство, а это то, что позволяет сохранить как раз то самое состояние полного физического, духовного и социального благополучия. Это то, как Всемирная организация здравоохранения определяет понятие здоровья. То есть здоровье — это не просто отсутствие болезни и не просто отсутствие плохого самочувствия. Это как раз состояние полного физического, духовного и социального благополучия, когда человек может жить в гармонии с этим миром. Но, к сожалению, мир, в котором мы живём, мало располагает гармонии. И он всё больше и больше меняется. И мы не замечаем, как мы уходим совершенно в другую жизнь, не ту, к которой мы привыкли. Очень быстро она меняется, становится, ну скажем так, совершенно другая по качеству. Вот когда я начинала читать лекции о здоровье, это было не так давно, лет 7. Я этим занимаюсь уже осознанно, профессионально, изучаю этот вопрос. Даже тогда ещё, 7 лет назад, не так агрессивно была окружающая среда. Уже, конечно, было много машин, уже было много выхлопных газов, заводов, всего прочего. Но мы всё-таки ещё двигались. У нас не было в каждой комнате уже есть и по два телевизора, и по два компьютера, и по два гаджета каких-нибудь, и по три в сумке, не только сотовые телефоны, там ещё и планшет, и умная машина, в которой тоже электронная начинка. И нам всё меньше нужно двигаться, всё больше мы напрягаем свои глаза, всё больше мы рассеиваем своё внимание, и всё более, скажем так, другое еду мы едим. Я не хочу назвать эту еду некачественной, но я хочу, чтобы вы обратили внимание на нас, что у нас в чате недавно была полемика по поводу консервантов, которые применяют в наших гадах. Мы об этом поговорим. Но до консервантов, я думаю, что вы со мной согласитесь, что еда, которая сегодня на наших столах есть, даже у нас, мы живём на Кубань, в очень благополучном, в общем-то, сельскохозяйственном районе. Вот у меня, например, частный дом, и у меня родители ещё поддерживают так, народ там выращивают. И даже это я знаю, что уже совершенно другого качества, потому что идут кислотные дожди, абсолютно друг. Не знаю, то, что удобряют удобрениями, а то, что мы с вами едим и покупаем на рынке, оно тоже всё стало одинаковым, такое, как мы раньше покупали в Турции. И уже трудно отличить, наши это помидоры или это турецкие помидоры. Мы знаем, что наши, потому что Турция не поставляет сейчас, но они уже выращиваются по тем же технологиям, тем же интенсивным земледелиям. И совершенно другая стала мука, и совершенно другое стало мясо. И нам с этим всем что-то надо делать. Итак, для того, чтобы мы с вами очень грамотные, здесь собрались люди, которые профессионально занимаются очень интересным бизнесом. Я люблю этот бизнес, обожаю его. Этот бизнес называется сетевой маркетинг. Но в этом бизнесе, как в любом деле, как бы процветают и зарабатывают профессионалы. И я хочу, чтобы после нашего совместного общения в вопросах здоровья, той компетенции, которая касается консультантов по вопросам сохранения здоровья, вы были профессионалами, но никогда не брались за вопросы лечения. И мне очень нравится, что в чешской компании Essence продукты для здоровья подобраны так, что помогают любому человеку именно сохранять своё здоровье, а не настраивать людей на то, что этими продуктами надо лечиться. Итак, вот та окружающая среда, которая нас окружает каждый день, тот мир, который поменялся, приводит к тому, что мы тоже меняемся изнутри. Я периодически консультирую своих пациентов при помощи нативной микроскопии, нативной крови, это когда берётся живая капелька крови, и под микроскопом видно, как работает. Вот в норме, если у человека идёт хороший обмен, хорошее кровообращение, хватает питательных веществ, нормальный гемоглобин, кровь выглядит вот так, как у вас на картиночке, где написана норма. То есть чистая плазма, кругленькие, хорошие эритроциты, все расположены отдельно, хорошо переносят кислород, потому что только такой эритроцит отдельный может пройти в капеля, там, где идёт конечное соприкосновение питательных веществ, кислорода с клетками. Но, к сожалению, у большинства людей, которых я вижу, кровь выглядит вот так, как на картиночке, где написано обезвоживание ацидоз. Это густая кровь, очень вязкая, все эритроциты склеены между собой, и в плазме обычно бывает много различных включений, солей, микроорганизмов, потому что вот такая вот плазма, она сразу меняет своё кислотно-щелочное состояние, становится кислой, то есть ацидоз. И в такой плазме, к сожалению, уже не идёт нормальный обмен, и могут образовываться всякие, начинаться всевозможные заболевания. Так вот, вот эта картинка, она помогает нам понять, что болезнь существует не отдельно, не может отдельно болеть печень или отдельно болеть голова. Мы с вами саморегулирующаяся живая система. Мы состоим из клеток, и вся жизнь происходит на уровне клетки. И люди, которые это понимают, чётко знают, что надо поддерживать своё здоровье как раз на уровне клетки. Что для этого нужно? До того, как я покажу следующий слайд, я бы хотела, чтобы вы мне написали четыре кита здоровья. Что важно для того, чтобы чувствовать себя долго хорошо? Первое. Как вы думаете, что важно делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо всегда? Пишите, кто знает. Вы часто уже бываете на моих лекциях. Вода. Отлично, Галина. Пить много воды. Ну, прекрасно. Итак, мы обязательно должны пить чистую воду. Вода должна быть 30 мл на килограмм веса. 30 мл на килограмм веса. Вот мы с вами сидим у экранов, обычно люди говорят, надо выпивать полтора-два литра воды. Вот, пошли дальше. Молодцы. Вижу физические упражнения. Угу, образ жизни. Ну, вот мы сейчас как раз образ жизни. Угу. Вовремя ложиться, достаточно спать. Здоровый сон, есть много овощей. Отлично. Итак, давайте мы по шагам всё-таки опять определимся. Вы, в принципе, всё самое главное сказали. Первое — это достаточное количество воды. Потому что, если человек не пьёт чистую, негазированную воду, у него не может нормально идти обмен. Когда у человека мало воды, он больше ест. Когда у человека мало воды, он больше склонен к сахарному диабету и нарушениям обмена. Поэтому вода, основа жизни, не забывайте. Если ваш вес 80 кг, значит, это 2-400 литра чистой воды. Если ваш вес 70 кг, это 2 литра чистой воды. Ну и так дальше, посчитали сами, 30 мл на килограмм веса. Если вы не можете пить так много воды, хотя бы пейте на стакан больше, чем привыкли. Есть такой тип обмена, когда людям не нужна лишняя вода. Это лимфоидный самотип конституции. Но такие люди, им кажется, что им достаточно выбивать 2 стакана воды. Но всё равно, меньше 3 стаканов никак нельзя. Меньше литра, литра 200 воды никогда не будет нормального обмена. Итак, первая ступенька или первый тип здоровья — это достаточное количество чистой воды. Второе, это очень важно то, о чём вы сказали. Это борьба с гиподинамией. Мы все стали двигаться в несколько раз меньше, чем двигались наши родители. Помните, раньше даже телевизор, для того, чтобы переключить, надо было встать с дивана и покрутить рычажок. Их плоскогубцы не переключали. Сейчас пульты везде. Мы уже обленились до такой степени, что вообще не хотим двигаться. Есть люди, которые не представляют, как без машины можно дойти до магазина, которые находятся в 15 минутах ходьбы, а в 15 метрах от их дома. Я реально это вижу каждый день. И что происходит с людьми, которые мало двигаются? Сидел на работе, сидел в машине, пришёл домой, сел за стол и к телевизору потом. Но мне сразу можете сказать, не надо к бабушке ходить, не надо к доктору сходить. У этого человека обязательно будет геморрой, обязательно будут камни в печени, потому что без воды, и без движения они сразу образуются. Обязательно будет избыточный вес и обязательно будут нарушения кровообращения, варикоз и все прочие отсюда проблемы с пленой с тромбозом. Так вот, вода, движение, здоровый сон мы отнесём к тому, что это очень важная составляющая здоровья. Это тоже то, что подрывает здоровье современных людей, особенно молодых. Это сдвиг физиологического сна, то, что люди сидят в сумочке и потом спят весь день. Ну вот такова сейчас жизнь. Но очень важно, чтобы всё-таки человек спал действительно не меньше 6-8 часов. И лучше бы, чтобы захватывал хотя бы немножко сон до 24 часов, когда идёт самая хорошая, глубокая фаза сна, когда организм отдыхает. И очень важно находиться в позитивном настрое, уметь владеть этим миром так и собой, чтобы настраивать себя постоянно на поток только позитивной информации, только позитивного отношения к жизни, уметь избегать нашего угнетающего влияния телевизора, вот этой жвачки всех этих сериалов, которые разлагают состояние и наше ментальное здоровье, уметь настраивать на позитив, на какую-то радость этой жизни. И мы дошли до той ступеньки, о которой будем говорить сегодня, четвёртая, да, она может быть даже и первая, но всё-таки движение «Вода» позитивный настрой, и мы дошли с вами до еды. Почему я врач, человек, который очень плохо относился к БАДам в своё время, я работала терапевтом, гастроэнтерологом, потом очень много лет, 10 лет пришлось мне переучиться, и я занималась эндоскопией, руководила отделением эндоскопии, видела очень много людей изнутри, делала колоноскопию, гастроскопию, бронхоскопию. И так я пришла к нутрициологии, узнала, что такое клеточное питание. Я рассказывала эту историю на своих школах, когда я реально увидела, как язва желудка зарубцевалась на фоне традиционного лечения, плюс человек ещё принимал порошок алоэ веры. Это было 20 лет назад, когда БАДы только стали поступать в Россию, это была американская добавка, и моя пациентка продемонстрировала мне изнутри, сама этого не зная, как работают нутрицептики, то есть продукты клеточного питания. Потому что язва у этой женщины зарубцевалась очень быстро, и желудок выглядел намного лучше, чем обычный желудок у человека больного язвенной болезни. После этого я стала изучать науку нутрициологию клеточного питания, потому что меня поразило, как может быть такой результат. Человек принимал утверждённую схему лечения, которая назначается всем пациентам, и плюс к этому принимал какой-то БАД, и у него абсолютно другой результат. Мне надо было докопаться, почему так происходит. И вот когда я поняла, что такое клеточное питание, и как важно, чтобы организм получал каждый день все вещества, которые ему необходимы для своей жизнедеятельности, уже 20 лет я и моя семья принимают биологически активные добавки. Почему? Первое — это для того, чтобы вывести токсины и соли тяжёлых металлов, которые мы каждый день с вами получаем с едой, с водой и с воздухом. И не надо обманывать, что если мы едим пищу с рынка или со своего огорода, то это к нам не поступает. К сожалению, поменялась наша природа так, что мы это с вами едим каждый день с той посудой пластмассовой, с теми добавками, которые украшают нашу жизнь, всякие разные вкусные соусы. И те продукты, которые выращиваются сейчас совсем по-другому, всё это реально даёт. Лекарства, которые мы пьём, противозачаточные средства, всякие разные вещи, которые вошли в нашу жизнь, реально её украшают и облегчают. Но с другой стороны они нам дают наглубку на организм и поступают вот это ежедневно, и это надо как-то нейтрализовать и выводить. Почему ещё важно пить воду? Второе, то, о чём я уже говорила, важно восполнять ежедневный дефицит питательных веществ. И вы знаете, я на своих лекциях уже это показывала, как мало сегодня питательных веществ содержит обычная пища. И надо стараться есть как можно больше живой, свежей еды для того, чтобы это к нам поступало. Но у нас даже белка хорошего мало, у нас с вами мало в рационе хорошей рыбы, у нас мало хорошего мяса, которое как бы выращено без антибиотиков и без факторов роста. И нам очень трудно восполнить реально дефицит питательных веществ, чтобы работала каждая клеточка. Я вам хотела сегодня показать очень интересный фильм о жизни клетки, но, к сожалению, никак не владею полностью компьютером, не удалось загрузить. Но вы можете сами на YouTube открыть и посмотреть, как живёт клетка и сколько ей нужно всего, для того, чтобы она могла нормально функционировать. И очень важно поддерживать ещё и своих друзей. Это микрофлора, которая живёт в нашем кишечнике и на человеке, и внутри человека, не только в кишечнике, и в лёгких, и в кругах, полость коста, но она с вами живёт, всевозможная микрофлора, и она может быть нам или дружественная, или вражительная. И вот когда у человека дисбатериоз, да, и когда у человека плохая кожа, проблема с волосами, это всё говорит о том, что он забубил свою дружественную микрофлору и живёт с врагами и носит в себе от полутора до трёх килограмма на себе микроорганизмов, которые вместо того, чтобы помогать, потому что хорошая микрофлора, помогает усваивать питательные вещества, витамины, помогает поддерживать наш обмен. А вот патогенные микрофлоры, глибовые дрожжи, они все как бы вырабатывают токсины и поддерживают постоянные факторы воспаления. Так вот очень важно поддерживать свою нормальную микрофлору, чтобы она нас защищала. И очень важно поддерживать то самое кислотно-щелочное равновесие, которое вам показало, как это выглядит в крови. Когда плазма слабощелочная, в ней нормальный обмен, всё усваивается, всё выводится, ничего лишнего в организме не задерживается. И это невозможно сделать в обычной жизни, если у вас нет личного повара, личной кухарки, если вы своего диетолога, вы не можете позволить себе каждый раз приём свежей пищи. Невозможно это сделать, если не принимать дополнительно какие-то факторы питания. Так вот, БАДы позволяют мне 20 лет спокойно жить полноценной активной жизнью, радоваться, путешествовать, активно работать, на своей ситуации легко просыпаться, легко засыпать, жить с удовольствием. И я ещё раз убедилась, вот у меня тут недавно была маленькая неприятность, я сломала руку, потому что всегда очень быстро бегаю, много чего хочу сделать и успеть. Сломала легко, не тяжело, как бы и достаточно быстро со всем этим справилась при помощи наших работ, как сейчас уже восстанавливаю её. И мы поехали, получилось так, что муж меня повёз в Крым с друзьями, для того, чтобы я там могла в САКах принять их для восстановления. И вот мы люди уже не молодые, ну и не старые, я считаю, я вообще не чувствую себя в области, но старше 50 лет. И вот каждое утро мы вместе все собирались на завтрак, и все пили таблетки. Я пила наш концентрат алоэ, вера с травами. Это единственное, что я взяла с собой. Маленький пузырёк, очень удобно. Это мне обеспечило энергию, прекрасное самочувствие, как бы лёгкость на целый день. Я могла есть любую еду, ни от чего не было никаких последствий. Я сидела и думала, боже мой, как я была права, что я вкладывала деньги для того, чтобы сохранить это здоровье и качество жизни. И мне не надо их сегодня тратить на таблетки, которые тоже немало стоят. Но они не могут обеспечить это качество жизни. Когда я могу лазить по горам, ходить по дворцам, несмотря на свою повреждённую руку, не уставать, легко вставать утром, а люди, мои ровесники, уже этого не могут, к сожалению. Вот это был очень наглядный пример. у меня сейчас, и мне хочется им всё поделиться, что всё это даёт возможность вот так здоровью и энергию в любом возрасте. И мне очень нравится это у чехов и европейцев, что это на самом деле так. Они отличаются от нас. Моложавые, весёлые, энергичные, в хорошем настроении. Хотя я думаю, что возраст у всех как бы даёт определённые проблемы. Но когда у человека хорошее самочувствие, все эти проблемы прожить гораздо легче. А у нас страна молодых старичков. У нас уже, блин, дети, и те старенькие постоянно болеют. Постоянно мы пытаемся и сберечь, и уберечь от всего, как бы ослабляем только их иммунитет. И негативно очень многие относятся к тому, что есть такие продукты, которые помогают сохранить здоровье, или воспринимают их как панацею и лекарство, когда уже человек больной, и тогда начинают спрашивать, а что можно принимать для того, чтобы вылечить, например, нерволикоз, который уже надо оперировать, или там, не дай бог, там какое-то тяжёлое заболевание в последней стадии. Так вот, наши продукты для здоровья это настоящее сокровище компании Essence, и они совершенно не для того созданы, чтобы руководить, чтобы вылечить. Это домашняя медицина. Мне очень нравится у европейцев их подход, потому что домашняя медицина это то, что можно делать без консультации врача. Но ещё раз хочу подчеркнуть, если у человека есть специфические серьёзные проблемы со здоровьем, ничего нельзя без консультации врача принимать. Единственное, что наши врачи... Ну, в принципе, сегодня много разной информации в интернете. Читайте, смотрите, взвешивайте для себя, задавайте вопросы, ничего не делайте необдуманно. Человек должен очень осознанно к себе относиться и как бы конкретно понимать, что он для себя делает. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что продукты, которые нам предлагает компания «Эссенс», это линейка, которая подобрана таким образом, что она может работать практически у каждого человека, не нанося никакого вреда, потому что здесь используются технологии, которые позволяют сделать эти БАДы очень эффективными при малых дозировках. Это касается особенно линейки домашней медицины, мы о ней сейчас дальше поговорим. Ещё раз посмотрите на нашу красивую картинку, и реально, когда вы в следующий раз будете открывать магазин компании «Эссенс», воспринимайте это так. На этой страничке действительно сокровище для здоровья и отличного настроения. И первая линейка, с которой я хочу вас познакомить, те, кто не знает, а те, кто знает, пользуется, любят ещё раз напомнить, что у нас есть великолепная линейка продукции «Алоэ Вера». Это растение, которое используется уже тысячи лет, оно известно давным-давным-давно, и не утратило никак своей популярности. И есть компании, которые работают только с продуктами «Алоэ Вера», или с косметическими линиями, или с БАДами, с соками. Но наша компания взяла одну линейку, которая, в принципе, перекрывает все потребности. Чем хороша линейка «Алоэ Вера»? Почему именно «Алоэ Вера»? Что это за такое удивительное растение? Используется растение «Алоэ Вера» «Барбаденис Миллер». Это громадное растение, которое растет в Мексике. И если вы хотите узнать именно о нашем «Алоэ Вера», как его готовят, что это такое, откройте, пожалуйста, сайт компании. Там есть раздел, как же он называется, распечатать, по-моему. И там есть ответы на вопросы. По каждому продукту вы можете посмотреть ответ на вопрос. Там масса традиционных вопросов, которые задаются по продукции. Вот там написано, что за методика обработки этого «Алоэ», что такое «Тотелло», методика, которым обрабатывается этот «Алоэ», почему удается получить именно такую высокую концентрацию, 99,5% чистого «Алоэ Вера» находится в наших петилых гелях. И всё остальное про продукт очень подробно написано. Как он пастеризуется, какие используются консерванты, насколько это безопасно. Вот смотрите, почему «Алоэ Вера». Во-первых, мы с вами видели, что это растение, которое содержит 200 факторов питательных, которые нужны для нашего организма. Там есть и витамины практически вся линейка, есть даже витамин В12, фолиевая кислота. Это то, что практически не содержится в растениях, а содержится только в животных продуктах. То есть этот продукт точно можно людям, у которых низкий гемоглобин, которые устают, наши детки тяжело учатся в школе. Вот этот продукт, который каждой клетке даст 200 питательных компонентов. Здесь есть полисахариды, и наша «Алоэ Вера» содержит большое количество полисахаридов, больше, чем обычно содержится в продуктах «Алоэ Вера». Удалось это сделать, потому что особая обработка полисахариды как раз определяют ценность этого продукта, потому что они помогают выстраивать мембрану клетки, очищают кишечник. И вот само растение обладает вот этими потрясающими свойствами за счёт вот этих питательных компонентов, за счёт полисахаридов, за счёт витаминных минералов, терментов природных, которые содержат «Алоэ Вера», за счёт аминокислот, которые там содержатся. Это растение является вот таким уникальным, клеточным, с хорошим питанием, плюс делает невероятные вещи. Например, восстанавливает микроцентролиацию, улучшает кровообращение. Я вам потом покажу свой любимый слайд, а может быть, сейчас сразу покажу. Вы его уже тоже видели. Вот это вот мумия, которая лежит на фотографии. Это человек, который завещал себя на эксперименты после своей уже кончины. И при жизни, в смысле, когда ещё можно было, вернее, уже не при жизни, конечно, ввели определённый полимер, который заполнил все кровеносные сосуды, все капиллярчики, и после этого всё остальное растворили специальным веществом. И вот это осталась кровеносная сеть человека со всеми капиллярами. Вот так мы с вами выглядим. С вами, по сути дела, кровеносная система. В теле человека насчитывается 110-160 миллиардов капилляров, примерно в 22 раза больше, чем население Земли. Представляете, если всё это выкинуть тоненькой-тоненькой трубочкой, то можно несколько раз обмотать экватор. И вот что такое капилляры? Это как раз то, что под ним в каждой клеточке организма поступают кислород и все питательные вещества, и всё, что отработано, выводится через капилляры, да, и почками печени, потом выводится из организма, через шею, через водительные почки, да. И как только с возрастом, к сожалению, у всех людей старше 40 лет, уже нарушается эластичность сосудов, нарушается проходимость капилляров. Но у многих это делается гораздо раньше. Вот из-за этого цитоза, из-за окисления, из-за того, что у него очень концентрированный дух, пьём мало воды, обезвоживание. Вот гораздо раньше всё это начинается, и начинается нарушение кровотока. И с нарушения вот этого капиллярного кровообращения начинаются разные состояния болезни, в частности, глаукома и катаракта, и раннее старение суставов, когда у человека рано начинаются артрозы, и болезни сердца, и недостаточность мозгового кровообращения, и всякие разные другие болезни начинаются вот с нарушения капиллярного кровотока. Так вот, почему я это показала? Потому что, когда мы обучались в Чехии, нам показали как бы немножко другую картинку, но тоже про алоэ вера и про капилляры. И смотрите, алоэ вера помогает восстанавливать микроциркуляцию и улучшает кровообращение. Вот так вот это растение, которое просто вы можете каждый день принимать одну, две, три столовых ложки, средняя рекомендуемая доза, да, и поддерживать свои сосуды, и хорошую проходимость, как можно дольше сохранять, защищать эластичность и проходимость. Помимо этого, за счёт своих питательных веществ, алоэ вера способствует хорошему физическому состоянию. Я обожаю концентрат с травами, потому что маленькая бутылочка, удобно брать с собой, пьётся по пол кофейной или по пол чайной ложечки два раза в день. В принципе, достаточно пол кофейной ложки, начинать надо с пол кофейной ложки. И это даёт очень хорошую энергию, самочувствие, прекрасное состояние желудочно-кишечного тракта, реально снижает признаки усталости, очень хорошо помогает адаптироваться в разных местах, при перелётах, прекрасно увлажняет кожу, снимает жажду, да, и поддерживает нормальный уровень сахара в крови, защищает от сахарного диабета. И очень важно, что алоэ вера является природным защитником от вирусов, бактерий, грибов. То есть поддерживает наш иммунитет и даёт вот такой вот хороший эффект. И те результаты, о которых рассказывали, ну, мои партнёры, да, мои пациенты, клиенты, ваши клиенты, вы можете сейчас уже писать эти результаты. Вот мы общались сегодня с Хейдитомаевой, она рассказывала свои результаты и своих клиентов. Часто болеющие дети, в год-полтора ребёнок вообще не болеет, применяя алоэ вера и наш колостру. У меня очень многие молодые девушки отметили, что улучшилось состояние месячных, после того гораздо легче стали протекать без боли, и как бы значительно лучше стало состояние, когда люди стали принимать концентрат алоэ вера с травами. У очень многих людей на концентрате алоэ вера с травами лучшее состояние желчного пузыря, у кого была взвизг, густая желчь, и там всё полностью ушло. То есть профилактика камнеобразования прекрасно заживляет язвы, эрозии. И вы знаете, что у нас в линейке продуктов несколько продуктов с алоэ вера. Я вот выбрала, где он может помочь. Если вы хотите поддержать иммунитет, вот так это вкусная поддержка иммунитета, можно пить, например, просто питьевой гель алоэ вера с витамином С, или гель алоэ вера концентрат с травами, или питьевой с виноградным соком, добавить к этому колострум в капсулах или наш йогурт. И это велик… Не надо никаких лекарств, не надо ничего. Это великолепная поддержка иммунитета. Просто, может быть, если человек давно болеет, немножко это будет всё подольше восстанавливаться, потому что давно сломан механизм. Если это человек, который редко болеет, это очень быстро всё восстановится, будет очень хорошая работоспособность, прекрасно работает кишечник, живут прекрасные бактерии, поддерживается микрофлора. И, в принципе, это можно делать курсами, можно делать постоянно. Я ещё раз хочу остановиться. На консервантах остался этот вопрос. У нас в чате он обсуждался. Консервантов здесь содержится столько, они безопасны. На сайте на этот вопрос ответы есть, что там содержится бензоат натрия и сорбат калия. Это консерванты, которые я специально подняла всю литературу. Залезли на сайт ДААТА, Американской ассоциации, которая оценивает лекарства, пищевые добавки, продукты питания. Посмотрела отчёт независимой комиссии по химической безопасности 2013 года. Так вот, то, что содержится в пищевых продуктах, а в соках содержится не очень большое количество вообще этих консервантов. Я не нашла, сколько конкретно в нашем соке алоэ-вера содержится, потому что ещё на русском нет полной информации. Но вообще стандартно в соках находится до 0,12% консерванта. И эта доза намного меньше той, которую признала химическая ассоциация, организация химической безопасности. Они считают, что до 750 микрограмм дна Атонатрия в день с продуктами питания совершенно безопасно для здоровья. Мы с вами максимально, что можем получить, употребляя сок алоэ-вера, это 5 мг бензоатоматрия. Поэтому доза совершенно безопасная. Я бы этот продукт честно рекомендовала и рекомендую для постоянного применения. Не надо быть фанатом, не надо прямо чётко пить по часам. Чем хороши вот эти вот продукты? Они очень близки к продуктам питания. Живой природный тоник. Можно развести с водичкой, можно выпить столовую ложку. Это даёт питание, улучшение микроциркуляции, хорошую очень регенерацию клеточек. Такой вкусный, классный продукт. Детям с какого возраста? Я сразу что вижу, отвечаю. Вообще БАДы, как бы детям до 3 лет вообще не рекомендуется. Но два наших продукта. Молодьево точно можно, потому что молодьево — это продукт, который ребёнок получает с рождения. Алоэ-вера официально до 3 лет не рекомендуется. Но если вы посмотрите исследования, посмотрите, что в интернете, в принципе, можно с грудного возраста, даёт очень хороший результат по одной капельке на каждый месяц жизни ребёнка два раза в день сразу после кормления. Поддерживает иммунитет, улучшает состояние кишечника, снимает вздутие. Это то, что я нашла в различных, скажем так, источниках различных компаний, но и на своих медицинских сайтах. Я думаю, что ответила на этот вопрос. Давайте пойдём дальше. Вот мы увидели, что можно делать для иммунитета. Вот как алоэ-вера может помочь в контроле веса. У нас есть две великолепных, как бы, жидких формы. Это алоэ-вера, сок с виноградом, алоэ-вера сок с витамином С. С витамином С больше рекомендуется кулическим с виноградом, а больше рекомендуется женщинам, особенно у кого, кто принимает противозачаточное средство. Сочетание вот с виноградным соком даёт очень хороший эффект против тромба. Поэтому продукт, который реально может спасти жизнь. Потому что женщины, которые принимают противозачаточное средство, у них очень часто у боза тромбоза, и они от этого могут погибнуть. И таких случаев много. Поэтому если вдруг среди нас есть такие, или среди ваших знакомых рекомендуют, тем просто принимать по столовой ложке два раза в день сок алоэ-вера с виноградом. Курильщикам сок алоэ-вера с витамином С. И вот тоже тут был вопрос, насколько опасно сочетание бензоатонатрия с витамином С. Такое сочетание есть в ягоде клюква. Там его содержится гораздо больше и витамина С, и бензоатонатрия. Гораздо больше содержится, чем, допустим, в наших продуктах. И это не является опасным для жизни, если вы не будете клюквой есть килограммами. Поэтому, по-моему, я ответила на вопросы по безопасности наших консервантов. Так вот, если вы хотите поддерживать хороший вес, прекрасный продукт алоэ-вера с калитином ХУ-10 в капсулах. Он очень важен для мозга, сердца и для того, чтобы был активный энергообмен. Вот сочетание два месяца дает очень хороший, и, конечно, придерживаться нормального рациона, дает очень хороший контроль за весом. Вот такое классное сочетание. У нас есть еще один великолепный продукт алоэ-вера, который очень хорошо работает в аптечке домашней медицины. Это наш безспиртовой софт-спрей, по которому прекрасные результаты. Детки, которые часто болеют, им дают какой-то репетивогий, или алоэ-вера с травами, и плюс софт-спрей брызгают в нос, в горло. Великолепный результат. Обходятся без антибиотиков, без обычных стандартных схем лечения, то есть не нарушают свою микрофору. И это то, что помогает. Софт-спрей снимает ожоги, покраснение, злот, укусы насекомых. Вещь, которую обязательно надо иметь дома, если у вас есть детки. В розовом он очень хорошо помогает при геморрое. Даже рекомендуется обрабатывать, так сказать, это место. Дальше мы дойдем до варикозы и до всего прочего. Я бы хотела сейчас перейти к следующей линейке наших продуктов. Это продукты, которые получены на основе молозия. Это вторая линейка, которая очень популярна в Европе. И чехи молодцы, что они тоже нам ее предложили. Сами употребляют и с нами поделились. Потому что колострум, который предлагает компания S, очень высокого качества, стандартизированный по иммуноглобулинам G. И содержит большое количество этих иммуноглобулинов. И колострум – это сухой порошок молозива. Молозива получают при, когда родился теленок, первые 12 часов на дое. Берут, вот это первое молочко, 1 литр теленку, остальное идет в переработку. Вы тоже можете почитать на сайте компании, как все это обрабатывается, как все это контролируется. Продукт очень чистый, высокий, высокой, как скажем так, очистки, безопасности. И чем хорош колострум? Почему его любит Европа и принимает? Потому что это тоже препарат, только уже животное происхождение, с эффектом природного антибиотика. Он очень хорошо воздействует на бактериальные вирусные инфекции, очень хорошо стимулирует восстановление тканей, регенерацию. И вот я хотела бы вернуться чуть-чуть назад. У нас, я не сказала про алоэ вера с басфелия, у нас есть второй продукт в линейке алоэ вера, вот в такой тоже капсулах упаковочки. Это алоэ вера с басфелия. Это продукт, который сделан для снятия боли и восстановления, поддержания суставов, но не только для этого. Это продукт, который обеспечит очень хорошую регенерацию заживления при таком тяжелом состоянии, как неспецибический ядзвенный калиф. Сегодня это достаточно частое заболевание. Я уже неоднократно, только за последние полгода, у меня, наверное, три человека, обратились с такой проблемой. Люди, которые проходят тяжелое лечение, это страшный дискомфорт вообще в жизни, они не могут ничего нормального поесть. Так вот, в Европе это тоже часто встречающееся состояние. Так вот, наш продукт алоэ вера с басфелия прекрасно регенерирует и заживляет вот такие язвы при язвенном калифе. И продукты с алоэ верой у нас очень много уже результатов при постоянном применении выводят человека из аллергии. То есть где-то за полгода уходят все аллергические проявления. Причем есть уже, если первый наш партнер, это был Людмила Антонина Хлебушкина, человек избавился от холодовой аллергии, то сейчас уже очень много отзывов, когда люди избавились от пищевой аллергии, от пульцевой аллергии. Просто нужно было время. Так вот, продукт колострома, о котором мы говорим, это второй продукт, он может выступать в этой ситуации, когда у человека есть гиперреакция в виде аллергии. Он может выступать как иммуномодулятор. Если этот продукт пить для защиты от инфекции и как бы, ну, постановление иммунитета против инфекции, то его лучше пить вечером. Две капсулки можно каждый вечер после еды перед сном принимать этот продукт. А если его принимать как препарат, который выровняет иммунитет, который может помочь при аллергии, при возможных аутоиммунных состояниях, то его лучше принимать утром до 10 часов. Тогда он будет работать по-другому. Не будет стимулировать иммунитет, а будет его выравнивать. Продукт уникальный совершенно, даёт большое количество белков аминокислот, очень важен для детей, особенно для тех, которые часто болеют, потому что здесь много содержится факторов, которые улучшат это состояние здоровья. Очень хорошо тоже заживляют всевозможные повреждения, восстанавливают ткани, особенно в кишечнике. И сегодня это очень важно. Что у нас со звуком? Есть проблемы или нет? Всё нормально, да? У кого пропал звук, пожалуйста, перезагрузите компьютер. Это что-то с интернетом. Из линейки Калустрома, конечно, самый наш любимый продукт – это йогурт. И я думаю, что половина сидящих сейчас у экранов точно после нашей лекции пойдут и сидят свою порцию йогурта с каким-нибудь вкусным. Я добавляю туда немножко льняного семени или какой-нибудь клетчатки кефирской. Потрясающе получается необыкновенно вкусный, полезный продукт. Пробиотическая смесь, которая восполняет молочные бактерии в нашем желудочно-кишечном тракте. Великолепно этот продукт позволяет снижать уровень холестерина, защищает от хронических поносов. Сегодня часто люди этим страдают уколпанкреатиты хронические, дисбактериозы. Так вот, этот йогурт без всякого лечения, без всяких тяжёлых схем позволяет за 2-3 месяца восстановить нормальную микрофлору, защищает от дрожжевых инфекций, способствует регулированию уровня сахара в крови. Помните, это же делает и алоэ вера. Поэтому два этих продукта в сочетании – великолепная, как бы физиологическая при помощи еды, защита своего организма от различных тяжеленных проблем. Потому что в этом йогурте содержится ещё и молозиво, даёт великолепное поддержание иммунитета. И обратите внимание, девушки моего возраста великолепно помогают усвоению кальция. Можно дополнительно не принимать кальций, если вы едите этот йогурт. И те люди, которые, наши детки, которые не переносят молоко лактозы, взрослые, при постоянном применении даже уменьшается непереносимость. Вот эта лактозная недостаточность, и люди в дальнейшем могут даже пить молочко. Не все, конечно, но большинство. Кисломолочные продукты помогают нам это сделать. Беременным женщинам можно, деткам тоже можно с того времени, когда им даёт припомнить кисломолочные продукты. Йогурт можно давать смело. Вот такие вот линейки, которые позволяют с удовольствием, это линейки, которые, ну, ближе, скажем так, к еде, да, живой сок и живой йогурт, или колодки капсула. Капсула, кстати, деткам тоже можно давать совершенно с маленького возраста. Капсулку можно открывать, делить по возрасту, высыпать в еду, потому что ребёнок первое, что получает от матери, это он получает как раз молозиво, да, в котором содержится, ну, пытаюсь ответить на вопросы. И мы переходим к с вами линейке, которая называется «Домашняя медицина». Я её называю «Домашняя медицина» для взрослых членов семьи, потому что здесь вот дозировочки более такие, но весомые, и проблемы более такие наши с вами взрослые. Так вот, первый продукт, который сейчас в этой линейке представлено шесть продуктов, это очень интересная технология. Здесь растительное покрытие самих капсул и таблеточек, эти продукты можно все вегетарианцам, они не содержат глютена, их можно людям, у которых есть глютеновая проблема, глютеновая недостаточность. Ну, вот сами чехи считают основным продуктом, это продукт «Флоуэн», продукт, который восстанавливает кровообращение не только вен, он взял на основе конского каштана, чёрного перца и витамина С, это продукт, который восстанавливает кровообращение в венах, но и в артериях, защищает от тромбозов, защищает от внезапной смерти. И этот продукт, который людям старше 40 лет, я бы рекомендовала пить постоянно или с небольшими перерывами, потому что тогда удастся обойтись и без астерина, и сохранить надолго эластичность вот этих сосудов. И вот этот продукт очень хорошо людям, у которых варикоз. Единственное, для профилактики одна капсула вечером, если варикоз или геморрой уже выражены, то можно до 3 капсул в день, как лечебное свойство. Эту картинку мы уже с вами видели, не будем на неё опять обращать внимание. Продукт, который про «Флоуэн» мы поговорили, это один из самых любимых наших продуктов, его сейчас как бы очень быстро разгребли, его нет в компании, но реально, вот что я хочу сказать, что я увидела сама на этом продукте. У меня у мамы очень давно сахарный диабет и уже с осложнениями как бы небольшими, правда, в первую очередь пострадали глаза, но те люди, которые как бы вместе с ней вступали в этот диабет, их уже давно нет живых со всеми осложнениями. Мы, слава Богу, вот в полной сохранности, но с проблемами. И у мамы были большие простые нога, то есть неприятные вот эти ощущения, мурашки, и ничем их вылечить не могли. Какие бы схемы нам не назначали эндокринологи, не капали, все делали, ничего. Полтора месяца в ЛООН это все полностью ушло. Я была, честно говоря, вообще в полном, не знаю, я первый раз видела такое, чтобы удалось справиться с этой проблемой одной капсулой вечером препарата, который сделан из растительного сырья. Ну, реально, очень хороший препарат для себя. Снимает усталость с ног, снимает такую легкую отечность, делает легкие ножки, позволяет носить к муке. Великолепный препарат. Что у нас со звуком? У кого нет звука, перезагрузите, пожалуйста, комп. Да, написали. Хорошо. Следующий продукт, который пользуется бешеным способом, тоже уже сейчас, не знаю, как у вас, у нас точно, потому что постоянно его разбирают, это продукт ХДС, я его так и называю, живем без головной боли. На этом продукте куча людей с мигренью получили результат. Куча. Помимо того, что снимает мигрень, дает хорошую работоспособность, хорошую скорость мыслительной реакции запоминания и хорошее настроение. Снимает депрессию, посмотрите, его великолепный состав, ничего не сложного, дозы небольшие. За счет технологий эти дозы очень хорошо усваиваются, потому что тут микроорганизация и дает такой хороший результат. Достаточно одну капсулу в день с утра, и у вас не будет болеть голова. Если голова заболевает, можно до трех капсул, через там 10-15 минут. Мигрень надо поймать в начале приступа, тогда бой снимается хорошо. Если уже приступ разгорелся, уже очень трудно снять боль хоть чем. Поэтому ловите, но чтобы приступов не было, лучше принимать на постоянной основе хотя бы там месяц-два, потом уже по мере необходимости. Продукт, который многие попробовали на себе слим-эс, это продукт для коррекции веса, он хорошо сжигает абдоминальный жир при условии, что человек меняет немножко свой рацион и увеличивает физическую нагрузку на 20-30%. То есть, если начинает ходить и в спортзал, тогда слим-эс работает великолепно. Продукт на основе зеленого чая, тонимер зеленого чая, помимо сжигания жира, это еще, он очень хорошо угребляет сосуды, восстанавливает кровоток, делает как бы то, что дает энергию. И так как зеленый чай снимает отечность, выводит воду из организма, прекрасно действует на сжигание жиров. И это продукт, который очень многие люди в компании использовали, за три месяца уходит от 5 до 7 килограмм именно абдоминального жира, а если его применять дольше, то в принципе фигура приходит полностью в порядок при условии, что человек начинает заниматься спортом. И к этому продукту со второго месяца обязательно принимать жирорастворимые витамины А, Д и Е, которые тоже продаются в компании по одной таблеточке в день. Почему? Потому что вместе с абдоминальным жиром уходят и жирорастворимые витамины. Важно их восполнять. Следующий продукт, который в линейке домашней медицины сейчас тоже очень хорошо распробовали, это противопаразитарный продукт на основе коры Магнолик Линс. Он предназначен для всех, кто хочет, поддерживать себя в безопасном состоянии паразитарной нагрузки, потому что всегда есть паразиты. Но, как сказали разработчики этого продукта, у 4 из 5 людей паразиты присутствуют. Важно, чтобы они не превысили порог безопасности. Поэтому продукт Клинс работает великолепно. Содержит эффективную комбинацию таких активных компонентов, как кора Магнолия, термин протаза из астергилия гриба, астергилия садоэкстра, черная перца и витамин А, который позволяет восстанавливать хорошо слизистую кожу, все оболочки наши, после того, как просонировали все этот паразит. Очень эффективен даже против хеликобактера. Вот кто страдает, хеликобактера трудно сейчас лечить. Стандартно, можно деткам, можно начинать, детям его можно, детям можно начинать с полкапсулы, с 3-х лет. Взрослым надо начинать с 3-х таблеточек, не меньше, 3-5 дней подряд по 3 таблеточки, а потом 1 в день, 2 месяца. Такие курсы надо проводить 2 раза в год, и тогда вы будете защищены и от патогенной хлоры, и от паразитов. Поэтому продукту очень много результатов, поэтому если у вас есть, тоже делитесь здесь. Продукт потрясающий. Тоже востребованный продукт Esleep. Для тех, кто страдает расстройством сна, он содержит природный мелатонин, который содержится в плодах вишни, шишки хмеля обыкновенная, очень хорошая комбинация, содержит такой еще инозитол, это природный, скажем, витаминоподобное вещество, которое дает нам энергию. И в сочетании это все позволяет восстановить нормальную циркадную ритм сна, то есть дает хорошую фазу глубокого сна именно тогда, когда организм отдыхает. Этот продукт показан тем людям, которые могут спать ночью. То есть он не показан для тех, кто ночью не спит, а в нем хочет выспаться и примет эту капсулу, он не будет работать. Это продукт, который восстанавливает именно циркадный ритм сна, то есть те, которым организм должен как бы прийти в норму. Но он дает очень хорошее вдохновение, тоже можно до 3 капсул в день. Великолепный продукт, по нему очень хорошие результаты. И продукт, о котором я пока ничего не могу сказать, никто сам не поделился результатами. Продукт называется ХАРП-Р, он сделан специально для мужчин, он тоже сделан на основе экстракта зеленого чая и двух аминокислот Л-ситрулина и Л-армитина и черного перца. Эти все добавочки содержат черный перец. И он сделан для улучшения такой важной функции, как потенцию мужчин, чтобы мужчина мог сохранять удовольствие от жизни долгие-долгие годы. Он показан мужчинам старше 40 лет, у которых нарушения связаны уже с сосудистыми проблемами и принимается за полчаса до предполагаемого, скажем так, процесса и реально дает хорошее улучшение качества, как написано у него аннотации. Так как продукт хорошо разбирается, я думаю, что он реально работает. Он не лечит никакие проблемы, а работает именно на улучшение данного конкретного случая, когда состоялось такое дело. Это основные линейки, которые есть в компании. Мы с вами проговорили в основном все наши продукты. Я бы хотела подытожить до того момента, когда мы с вами расстанемся. Пишите, пожалуйста, вопросы. Кое-что я успела ответить, что не успела, сейчас просмотрю и быстро отвечу. Итак, что можно деть, а вы уже поняли. Молозива деть, а можно, можно раскрывать капсулу, высыпать в еду. Оп, я забыла еще один продукт. Где же он у меня проскочил? У нас есть очень хороший продукт. Колострум, молозива, вот он. Как же я его забыла. У нас есть очень хороший продукт для людей, у которых большие проблемы с иммунитетом. Для людей, которые страдают хронической диареей, для людей, у которых есть хронические инфекции, это продукт лактоферин. Лактоферин – это один из белков, который содержится в колостру, или в молозиве, и как раз определяет его ценность. Лактоферин – сейчас очень много исследований, вещество, которое уже продается в аптеках, потому что оно улучшает состояние онкологических больных на фоне лечения химии или там другой терапии. Восстанавливает иммунитет, является природным антибиотиком, очень хорошо работает на хеликобактер, хронические стакалококковые инфекции, вирусы гепатита С, циталомегаловируса, вирусы герпеса. Великолепный совершенно продукт, и он очень высокого качества в компании. Этот продукт очень сложно получить, он, конечно, стоит, но он стоит тех денег, которые за него отдаем. Люди, которые страдали хроническими диареями, ничем не могли вылечиться, получают эффект на первые недели. Великолепно работает у аллергиков. Обратите внимание на этот продукт, его можно деткам, очень хороший продукт, и он очень хорошо показан людям, у которых проблемы с гемоглобином, помогают восстановить нормальный уровень гемоглобина. Вот такие вот продукты в компании. Ну вот теперь буду уже отвечать на ваши вопросы. И пока я отвечаю на ваши вопросы, мы с вами как бы подводим итог. Все помним, да, 4 кита здоровья. Нормальная вода в достаточном количестве, 30 мл на килограмм веса, утром встали, сразу выпили стакан воды. Даже если вы пьете таблетки, до того, как вы пьете лекарства, надо обязательно выпить стакан воды. А потом уже запивать и все прочее. В перерывах между водой обязательно пьем воду. Обязательно двигаемся не менее 10 тысяч шагов каждый день, то есть 5 км пешей ходьбы или 4 раза в неделю спортивного, велосипеда или что-то еще адекватное. Обязательно сохраняем нормальный человеческий сон. Не смотрим дурацкие сериалы, ложимся пораньше, пока захватываем лунный сон. Да, те самые церковные фразы. Обязательно сохраняем позитивный настрой и смотрим внимательно, что мы едим. И для того, чтобы нам уменьшить вред того, что мы едим и получить больше пользы, пользуемся грамотно нашими продуктами. Итак, от варикоза я рассказала, был вопрос. Все, базовые продукты всегда можете принимать один из алоэ вера и дополнительно, если говорить про варикоз, то это, конечно, флоуэль, там, где нарисованы ножки. Если выраженный варикоз, две капсулы в день. Не меньше двух месяцев, то можно уменьшать дозировочку. Если это варикоз, который уже совсем, как вы знаете, надо оперировать совсем как легкий. Так. Когда если он будет использовать в БАДах хлорелу, Юля, если вам не хватает хлорелы, купите ее, пожалуйста, где-нибудь, потому что не надо создавать гигантские линейки, в которых все будет и путаться потом у них. Вот реально, я уважаю компанию за этот очень грамотный подход. Линейки, в которые, как бы, можно все употреблять эти продукты, все можно совмещать друг с другом и нет ничего лишнего. Уж хлорелы везде достаточно, можно ее купить без вопроса. Детям я ответила, что когда можно, можно выбирать несколько БАДов вместе. Они, в принципе, все совмещаются. У нас есть Мария Петровна, Томаева, она могла бы рассказать, мне это не, потому что у них всегда проблемы с интернетом. Но вот буквально в Хасавьорте только что было открытие офиса, был большой праздник, они выложились. Я представляю, сколько туда было отдано силы и энергии. И Мария Петровна все равно там была очень активна, танцевала и сказала, что все это благодаря тому, что она употребляет несколько продуктов нашей компании на постоянной основе. Мы как бы, лактоферин очень помогает от аллергии, это правда. Зарема на пыльцу, от аллергии, аллергии на пыльцу, надо всегда делать все системно. Как бы пейте алоэ, пейте лактоферин или колострум полгода минимум. Лактоферин можно беременную. Ну все, наверное, на все вопросы ответила, да? Поэтому спасибо вам большое. Я, знаете, что хочу сказать в завершении нашей сегодняшней встречи? Я вам хочу сказать, что вы сами как бы оценили то, что у нас есть в руках, оценили, что у нас есть очень хорошее, очень качественная продукция чешского производства, а они всегда серьезно относились к своей фармации, которая реально работает, которая стоит небольшие деньги при таком великолепном результате. Балуйте себя такими продуктами, чтобы потом не тратить деньги на лекарства. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Всем хорошего бизнеса.